Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе выступление Сергея Шойгу на Первом Международном Антифашистском Конгрессе. Прошла научно-практическая конференция, посвященная созданию Советов. Сейчас Россия – единственная крупная держава, которая открыто противостоит американскому фашизму во внешней политике. В одиночку бороться с этим монстром тяжело, необходимо заручиться поддержкой. Поэтому именно Россия 20 августа провела первый международный антифашистский конгресс. Болгарский коммунист Георгий Димитров еще в 1935 году на 7-м Конгрессе Коммунистического Интернационала дал единственное научное определение фашизма. Это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала. Думается, именно поэтому с Димитрова начал свою речь министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Убежденный антифашист Георгий Димитров назвал фашизм звериным шовинизмом, средневековым варварством и необузданной агрессией в отношении других народов и стран. Такую характеристику Димитров дал самому реакционному фашизму – германскому нацизму. Министр обороны напомнил, что приход нацистов к власти в Германии в 30-х годах прошлого века финансировался немецким и англо-американским капиталом. А после Второй мировой фашизм во внешней политике стал осуществляться США и их союзниками. Бомбардировки Югославии, войны в Ираке, Афганистане и Ливии, а также взращивание террористических структур в Сирии – «Эти и подобные им преступления имеют конкретных инициаторов и исполнителей. Ответственность за это всецело лежит на руководстве США и НАТО», – заявил Шойгу. Особый разговор о неонацизме на Украине. На протяжении восьми лет марионеточный киевский режим осуществлял преступную политику американского фашизма в отношении граждан ДНР и ЛНР. Погибли тысячи ни в чем не повинных людей, включая детей. Одновременно Киев взял курс на вступление в НАТО. Такие действия создали неизбежную угрозу для России. Именно поэтому единственно верным решением стало проведение специальной военной операции по защите жителей Донбасса. Полностью выступление министра обороны опубликовано на сайте телеканала «Звезда». Буржуазная Россия противостоит американскому фашизму в лице украинского нацистского режима. Его вскармливал и поддерживал Объединенный Запад. Специально против России. Хорошо, что до российских властей наконец-то доходит, что против нас американский фашизм. Уступать ему нельзя. Иначе смерть. А пока власти России ведут прогрессивную борьбу с фашизмом, что должен делать рабочий класс? На этот вопрос постаралась ответить конференция, прошедшая в этот же день в Ульяновке. На научно-практической конференции «Теоретические и практические проблемы создания Советов» были озвучены доклады, которые можно условно разделить на два блока. «История, теория создания и развития советской власти» и «Условия и предпосылки создания Советов сегодня». Советы – великое открытие русского рабочего класса. Изначально, родившись в борьбе рабочих за свои экономические интересы, как объединение забасткомов разных предприятий одного города, они выросли при помощи большевиков в политические органы диктатуры пролетариата, в советскую власть. В докладах конференции раскрывается не только история, но и то, как создавать советы, подчеркивается, что условия для их создания в современной России уже есть. Только ваша работа в трудовых коллективах, профсоюзах, инициативных комитетах через забастомочную борьбу за свои интересы поможет создать по-настоящему эффективную экономику нашей страны. «Товарищи рабочие, пора создавать советы». С записью можно ознакомиться на YouTube-канале Фонда Рабочей Академии. Тезисы очных и заочных докладов будут опубликованы в газете «Народная правда» и в отдельном сборнике материалов. Новости читал Александр Петров с коммунистическим приветом из города Гомель, Республика Беларусь. Субтитры создавал DimaTorzok